Здравствуйте, товарищи! Уважаемые коллеги журналисты, мы с вами рассмотрели тему социального становления, а тема сегодняшнего занятия – социальные изменения. Надо сказать, что для того, чтобы разобраться в том, что такое социальное изменение, надо понять, что такое изменение вообще. Понятие изменения наиболее четко и точно определяется в науке-логике Гегеля, и в науке-логике Гегеля это понятие не берется как будто оно выскочило откуда-то из чьей-то умной головы, оно выводится. Понятие изменения выводится в силу того, что идет рассмотрение становления, на котором мы остановились, и из этого рассмотрения выводится новая категория, более сложная. А сложная – это означает сложенная из простых. Поэтому продолжим наше движение от простого к сложному. Вот остановились мы с вами на рассмотрении становления. Что такое становление, которое мы уже понимали, является единством возникновения и прихождения. Поскольку это единство возникновения и прихождения, то мы в нем видим два прямо противоположных движения навстречу друг другу, и вот единство этих двух противоположных движений – противоречивое единство, и характеризует становление. При этом те первоначальные категории, которые мы положили в основу, а именно бытие и ничто, здесь уже и не видны. Потому что возникновение – это вот одна категория, прихождение – другая, хотя на самом деле возникновение – это переход ничто в бытие, а прихождение – это переход бытия в ничто. Поэтому, поэтому это движение вот тех изначальных категорий, которые мы разбирали ранее. Поэтому, чтобы они не прятались, так сказать, чтобы они не забыли об этих категориях, давайте переформулируем их – возникновение и прихождение. Возникновение – это, можно сказать, это ничто, переходящее в бытие. А прихождение – это бытие, переходящее в ничто. Ну вот теперь, что мы можем сказать? Что, во-первых, нету таких бытия и ничто, которые бы были просто бытии и ничто. Есть, на самом деле, есть не абстрактное бытие, а то бытие, которое переходит в ничто. И есть не абстрактное ничто, которое переходит в бытие, и не абстрактное бытие, а то бытие, которое переходит в ничто. Значит, ничто, переходящее в бытие – это возникновение, или возникновение – это ничто, переходящее в бытие, а прихождение – это бытие, запятая, переходящее в ничто. И вот если мы так сформулируем, то станет очевидным, что поскольку бытие переходит в ничто в становлении, а ничто переходит в бытие, то разность бытия и ничто в становлении исчезает. А становление есть благодаря этой разности. Отсюда непреложный вывод – что, следовательно, и становление исчезает. Повторяю, в силу природы становления, как единство возникновения и прихождение, поскольку бытие переходит в ничто, а ничто переходит в бытие, разность бытия и ничто в становлении исчезает. А становление есть благодаря этой разности. Значит, исчезает и само становление. Вот теперь надо проанализировать, что за результат мы получили. В чём состоит исчезание становления или результат исчезания становления, что собой представляет. Поскольку становление – это и есть беспокойное единство бытия и ничто, во-первых, мы можем сказать, что это некая спокойная категория, уже нету беспокойства, потому что это уже не переход бытия в ничто, а нечто спокойное – это раз. Во-вторых, это некое единство. А если это и было единство, а теперь мы имеем дело с отрицанием этого беспокойного единства. А что является отрицанием единства? Единство, говорят тогда, когда имеет дело со многими. Можно говорить о единстве позиций, о единстве мнений, о единстве нескольких каких-то предметов или объектов. То есть о единстве нужно говорить тогда и можно говорить тогда, и следует говорить тогда, когда речь идёт о каком-то многом или множественном, или сложном. А вот отрицание и единство – это простое. Вывод логический, какой мы получаем, что отрицание становления – это спокойное и простое. Вот это спокойное и простое, как результат отрицания становления, во-первых, есть. А раз оно есть, то, следовательно, оно бытие. Во-вторых, раз оно только бытие, то уже нету здесь налицо никакого ничто, а налицо есть только бытие. Поэтому это вот некоторые основания, чтобы назвать эту категорию, которая является результатом отрицания становления – наличное бытие. И вот такое название, такое номинование этой категории Гегель и дал в науке логики. Каким путём идёт Гегель, как создатель системы диалектики? То, что выработано в философии или в предшествующей философии, если это имеется в готовом виде, он это включает в систему. Если этого нет, он даёт, сам вырабатывает соответствующий термин и ставит её в нужное место. Такое место, в котором есть нужда, чтобы построить систему диалектики. При этом мы уже по дороге, в связи с нашим рассмотрением становления, и в связи с нашим рассмотрением снятия, отрицания становления, одновременно получили и новые, и другие категории. Во-первых, противоположные движения в одном движении, которое мы наблюдали в становлении, мы их называем моментами. А вот это отрицание, результатом которого является наличное бытие, это же какое отрицание? Поскольку оно является результатом отрицания становления, поэтому становление есть в нём. То, что отрицается, есть в результате отрицания. То, что отталкивается, есть в результате этого отталкивания. Поэтому результат отрицания становления содержит в себе то, что отрицается. А что отрицается? Становление. Вот если мы имеем дело с отрицанием диалектическим, оно всегда содержит в себе то, что отрицается, и поэтому удерживается в нем, в этом отрицании, то, что отрицается. Такое отрицание, которое не только отрицает, но и удерживает в этом отрицании то, что отрицается, называется снятием. Это очень важная категория философии. Это очень важная для диалектики. В диалектике вообще нету зряшнего отрицания, нету такого грубого отталкивания, которое представляет собой отрицание и всё. Нет такого всякого отрицания является снятием. Вот с этой точки зрения, скажем, Маркс рассматривал и коммунизм как отрицание капитализма. Если коммунизм является отрицанием капитализма, значит коммунизм содержит в себе капитализм. В каком? В снятом и переработанном виде. Снято. Поэтому если общественная собственность является отрицанием частной капиталистической собственности, значит частная капиталистическая собственность, как какой-то внутренний момент, по крайней мере в первой фазе коммунизма тоже присутствует и содержится. Если поставить вопрос, как соотносится коммунизм, который родился из капитализма, и капитализм, который породил коммунизм, как они соотносятся? Они соотносятся так, как мать и дитя. Поэтому и такие выражения употребляет и Маркс, и Ленин. Родимые пятна старого общества. Что социализм или первая фаза коммунизма, это такой коммунизм, который еще только выходит из старого строя и во всех отношениях, в экономическом, нравственном и умственном несет отпечаток из того строя, из которого он вышел. То есть, как вот, скажем, коммунизм или люди, которые выражают коммунистическую позицию, должны относиться к капитализму? С уважением. Почему? Потому что капитализм есть прародитель, мама, можно сказать, коммунизма. Вот как выглядит это самое наличное бытие. Ну давайте рассматривать теперь то, что получили. Наличное бытие. Это бытие. Раз оно результат снятия становления, то в нем, следовательно, есть становление. И хотя ничто не налицо, налицо его нет, а в становлении это ничто есть, значит, можно сказать, что в наличном бытие есть становление, а следовательно, ничто. Значит, в наличном бытие есть ничто. Вот как назвать то ничто, которое есть в наличном бытие? Мы такой картины ведь еще не видели. Мы не видели такой картины, что есть наличное бытие, а в нем его ничто. Но это ничто не налицо, не в свободной форме, как это было в становлении, а именно лишь как отрицание этого бытия, но уже в самом наличном бытие. Раз оно отрицание бытия, то как его назвать? Вот оно и называется как небытие. То есть категория небытия не может быть использована раньше. Раньше мы имели ничто, а сейчас мы должны использовать категорию небытия, которая является тем, что представляет собой ничто в наличном бытии. Вот теперь, в соответствии с той диалектической традицией, которую установлены, самим методом диалектическим, мы должны выводить категорию, а не объявлять, что вот, а следующая категория будет такая, или перейдем от этой к этому. Не мы должны переходить, а сам категория переходит более простые, а все более сложные. В соответствии с этим методом, если мы что-то получили или увидели, что получилось, получилось вот небытие в бытие. Так что конкретное целое имеет форму бытия. Вот это значит требует нового названия для этого небытия, потому что это небытие в том виде, как оно содержится в наличном бытии, еще не определялось. Вот такое небытие, которое принято в бытие так, что конкретное целое имеет форму бытия, называется определенностью наличного бытия. И вот на этом следует остановиться, что определенность, чего бы то ни было, это его отрицание. То есть, если человек думает, что вот определенностью является утверждение чего-либо, но он может утверждать, что белое – это белое. И ничего на белом не видно, белое на белом вы не увидите. В абсолютном свете также ничего не видно, как в абсолютной тьме. Поэтому для того, чтобы что-то вообще различать и в жизни, и различать, естественно, в философии, нужно иметь дело с отрицанием, с небытием, с определенностью. Что такое определенность? Определенность – это отрицание. Для того, чтобы что-то различать, нужно, чтобы присутствовало отрицание в том, что мы собираемся разглядеть. Привожу пример, что является определенностью сладкого чая. Определенностью сладкого чая является сахар, который положили в чай. А сахар разве является чаем? Нет, сахар не является чаем. Сахар является небытием по отношению к чаю. Небытие принятое в бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия – чая. Поэтому вот этот сахар, который не чай, положенный в чай, дает определенный чай, а именно сладкий. Но мы можем туда еще кое-что доложить. Например, отрежем кусочек лимона и тоже бросим в чай. Что мы получаем тогда? Лимон – это же не чай, правда? Лимон – это цитрусовое растение. Мы бросили отрицание чая в чай и получили уже чай не только сладкий, но и с лимоном. Вот лимон – тоже определенность чая с лимоном. То есть определенность – это некоторое отрицание. Там человек в светлом пиджаке. Но пиджак – это же не человек. Пиджак – это же отрицание человека. Это не он. И поэтому, когда мы говорим «человек в светлом пиджаке», то мы определенность берем человека, но эта определенность, она выступает как отрицание этого человека в нем самом или на нем самом в данном случае. Ну, поскольку традиция диалектическая состоит в том, чтобы и правило, чтобы выводить из того, что получилось, более сложную категорию, давайте разглядывать эту определенность. Рассматриваем определенность. Какие выводы мы можем сделать, если мы разглядываем определенность? Раз определенность мы разглядываем, значит она есть. Раз она есть, значит она – бытие. А если она – бытие, то встает вопрос – какое? Ну, не чистое же бытие, правда? Это бытие, которое прошло уже определенный путь и называется наличное бытие. А раз мы обнаружили наличное бытие, значит вот наличие этого наличного бытия, оно является масштабом для понимания определенности только односторонне, как положительного. Почему? Потому что в наличном бытие есть становление, а становление наряду с бытием есть и ничто. Значит, вывод – мы должны взять определенность и в положительном выражении, и в отрицательном. Вот если мы берем определенность как односторонне положительную, это называется качеством. Несмотря на то, что широко применяется эта категория, вот качество, 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 это взятая односторонне положительная определенность. Качество. Ничего глубокого особенно тут не сказано. Качеством свистка является то, что он свистит. Свисток – это не свист, а качество уже это, свистка в том, что он издает свист. Качеством карандаша, что он может закрашивать бумагу. Есть карандаш, а есть качество карандаша, закрашивать бумагу. Это не карандаш, а величие его качества. Есть человек, а есть его рост. Есть человек, а есть его вес. И вес, и рост – это качество определенного человека. Но раз мы добрались до наличного бытия, а в наличном бытии есть становление, вот это становление, которое мы обнаружили, является показателем односторонности качества, взятого просто как наличное бытие. Значит, мы качество должны взять и как бытие, и как отрицание, как ничто. Или как небытие. Ну вот, качество, которое берется как утвердительное, противоположность, ничто, называется реальностью. Обратите внимание на эту категорию. Реальность – это не просто качество, а качество, которое противостоит какому-то отрицательному качеству, которое берется как ничто. А если брать это же качество как небытие, как отрицательное, то это будет отрицание. Поэтому качество должно быть взято и как реальность, и как отрицание. И вот у нас уже с вами получилось на сегодняшний момент, на данный момент, три категории, которые еще не рассмотрены и еще не перешли в что-то другое. Это реальность, отрицание и наличное бытие. Как бы три объекта, три предмета. Ну и мы должны вот теперь с ними разбираться и смотреть, к чему мы придем, если мы начнем анализировать вот эти три объекта нашего исследования. Ну давайте начнем с реальности. Реальность есть. Раз она есть, значит она бытие. Какое? Мы уже находимся на этапе наличного бытия, значит она наличное бытие. А в наличном бытии есть становление. А в становлении есть небытие. Раз в становлении есть небытие, то есть отрицание, то следовательно в реальности мы обнаружили отрицание. Хорошо, давайте теперь возьмем отрицание. В отрицании есть. Раз отрицание есть, значит оно бытие. Следовательно мы в отрицании обнаружили реальность. Что получилось? Что в реальности есть отрицание, в отрицании есть реальность. Получилось, что у нас нет отдельно отрицания, нет отдельно реальности, а есть лишь определенность. Значит снято различие реальности и отрицания. Одновременно мы утверждали, что реальность есть и отрицание есть. Раз есть реальность и есть отрицание, значит каждое из них есть бытие. Какое? Наличное. Значит раз реальность есть наличное бытие и отрицание есть наличное бытие, значит снято различие между реальностью и наличным бытием, между отрицанием и наличным бытием. А что это означает? Что вообще снято различие между определенностью и наличным бытием. А если снято различие между определенностью и наличным бытием, значит есть только определенное наличное бытие. Определенное наличное бытие. Вот что мы получили. У нас не три уже предмета для рассмотрения, а просто определенные на личное бытие, одно. Но это длинно звучит и длинно очень выражено, можно это попытаться сократить. Гегель и эту же категорию называют еще и на лично сущие. А почему это же? Потому что вот слово сущие, оно выражает это единство определенности бытия, потому что вы можете использовать слово сущие для ответа на вопрос и что, и какое. Вот вы спрашиваете, это что, сущие? А вы можете спросить, это какое? Ответ будет, сущие. То есть на лично сущие это вот такое на личное бытие, которое находится в единстве с определенностью этого на личном бытие. А нельзя ли еще короче? Особенно в связи с тем, что сегодня молодежь требует короче, короче, короче. Можно короче. И вот эта более короткая формулировка. У Гегеля определенное на личное бытие, на личное сущее может быть просто названо нечто. Нечто. И мы пришли к категории нечто, очень важной категории, которую надо рассмотреть. Посмотрите на эту категорию, посмотрите на написание. Если бы это стояло не отдельно, а потом что, то это означало бы, что одно и другое не находятся в единстве. А здесь нечто – это одно. А раз одно, а нечто есть, значит оно в целом выступает как бытие положительное, как определенное на личное бытие. А определенность в нем. Она действительно в нем. В слове «нечто» содержится «не», то есть не бытие, а отрицание. И вот это «не» и дает определенность этому самому нечто. Что в итоге мы имеем? Мы имеем новую категорию нечто. Это, можно сказать, третий уровень рассмотрения бытия. Первое бытие, которое мы брали, это чистое бытие или просто бытие. Второй уровень – это наличное бытие. А это уже третий уровень – это определенное наличное бытие. И вот, когда мы будем рассматривать определенное наличное бытие, вот тут-то мы подберемся к изменению, которое является нашей целью, целью данной лекции, чтобы мы разобрались в том, а кто такое изменяющееся нечто. Нечто. Нечто есть. А раз оно есть, оно наличное бытие. А раз оно наличное бытие, значит, в нем есть становление. А раз в нем есть становление, значит, нечто надо брать тоже как становление. Одна из сторон, которая является нечто, а другая, то есть выступает как бытие, а другая выступает как его отрицание. То есть мы еще не разобрав, не получив, уже можем сказать, что нечто должно предстать в конце концов в нашем рассмотрении, в нашем исследовании, в нашем постижении категории этого нечто, как единство двух нечто, как становление, моментами которого является два нечто. А пока мы констатируем сам факт, что если есть нечто, значит есть и противоположная категория, которая имеет внешний вид отрицания этого нечета. Но это внешнее отрицание, не отрицание через становление, а какое-то внешнее отрицание, как бы иное или другое нечто. Получается, что есть нечто, а есть иное. Или, другими словами, другое, безразлично как называть, другое или иное. Но вот есть пара – нечто и иное, или нечто и другое. При этом чем они отличаются? Пока ничем, поскольку если мы возьмем нечто, то ему будет противостоять внешним образом другое. Если мы возьмем другое или иное, то ему будет противостоять нечто. Значит, мы рассматривали наличное бытие, определенное само по себе. Давайте попробуем рассмотреть само по себе иное. Рассматриваем иное по отношению к самому себе. Иное рассматриваемое по отношению к самому себе есть иное самого себя. Потому что нет ничего другого, кроме этого иного. А иное самого себя – это что? Иное. Что мы получили? Получили мы следующее высказывание. Иное иного есть иное. Иное иного есть иное. Ну вот некоторые люди неопытные в логике и в диалекте. Скажут, ну вот что мы такое получили, надо бросить эту затею. И, так сказать, прекратить развивать. А другой человек, который уже опытный, он должен следить за тем, что выражает язык. Вот в этом высказывании «иное и иное есть иное» есть две противоположные мысли. Они заключены в одном этом высказывании. Можно это увидеть, если проследить за тем, как произносится это в языке. Иное и иного есть иное. Это что значит? Это значит, что как было иное, так и остаётся иное. Иное есть в начале этого высказывания, иное есть в конце. Значит, иное и иного есть иное. Тождество иного, сождество нечто с иным. Так, но иное и иного есть иное. В этом же высказывании есть указание на то, что это иное по отношению к иному. Иное и иного есть иное. А это уже момент неравенства, нечто с иным. Что тогда мы получаем? Что вот этим высказыванием «иное и иное есть иное» выражены два противоположных момента. Один из них – это момент равенства нечто с собой, а другой – это момент неравенства нечто с собой. Вот момент равенства нечто с собой называется в себе бытие, а момент неравенства нечто с собой называется бытие для иного. Ну, я думаю, что не вызывает возражение такое название для момента неравенства нечто с собой, что как бы оно всё стремится стать иным. То есть оно есть бытие для иного. Оно не успокаивается на том, что есть, оно пытается перейти в иное. И вот это вот постоянный переход в иное или стремление перейти в иное можно называть бытием для иного. Записывается это через чёрточку. Бытие чёрточка для чёрточка иное. Вот один момент мы уже нашли. Бытие для иного. Это момент неравенства нечто с собой, момент бытия для иного. А момент равенства нечто с собой, он называется в себе бытие. Записывается так, в чёрточка, себе чёрточка, бытие. Ну вот кажется, что это вот мы нагородили. Что такое вот выражение в себе бытие? Очень сложное, непонятное. Но если мы начнём анализировать наш язык, любой, а Гегель говорит, что все достаточно развитые языки годятся для выражения диалектических мыслей. Мы обнаружим, что такие высказывания, как в себе, присутствуют вовсю в языке и широко употребляются. Вот, например, говорят, вы сейчас, можно спросить, вы сейчас в себе или не в себе? Если человек что-то сейчас не то начинает говорить, он оказывается неравным самому себе, и ему говорят, так вы не в себе, наверное. Не в себе, то есть вы не равны самому себе. Значит, а в себе это равенство с собой. Или человек сам про себя может сказать, мне не по себе. А что значит не по себе? То есть он чувствует себя не так, как обычно, он неравен самому себе, чувствует, что он не такой, как обычно, неравен тому, который он бывает обычно. Или вы пришли к секретарю какого-нибудь начальника, секретарши, и хотите ей изложить суть проблемы, с которой вы пришли. Она говорит, подождите, сейчас я приду в себя, и тогда я вот с вами займусь. А что значит приду в себя? А где она была? Значит, она была не в себе. Бывает так, что человек вот не в себе сейчас? Бывает. А вне себя бывает человек, когда он от ярости вне себя. Значит, где он? Это уже не он, он вне себя, он вовне перешел. Поэтому такие вот выражения, вне себя, в себе бытие, не по себе. Или говорят, человек вышел из себя, спокойно говорил, 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 а потом вдруг начал кричать на тех, с кем он говорит. Это что значит? Он вышел из себя. То есть в себе бытие в языке никакого другого смысла не имеет, ничто другое не означает, кроме как равенство нечто с собой. И вот тогда у нас наше нечто предстает как единство в себе бытие и бытие для иного. Причем в себе бытие – это момент равенства с собой. Момент, обратите внимание, раз это момент, его нельзя оторвать, выделить, отделить от другого момента, он только вместе с ним. А другой момент? А этот момент – неравенство с собой, это бытие для иного. Его тоже нельзя никак оторвать от иного, никак выделить, никак не обособить. Нельзя взять и вырезать из этого самого нечто, момент бытия для иного, оставить только в себе бытие. Или нельзя вырезать в себе бытие, оставить только бытие для иного. Это два момента. Моменты – это характеристика неразделимости, неотделимости одного от другого, и так надо это и понимать. Вот мы и получили. Но раз это иное, а иное – это то же самое, что и нечто. То, что мы сказали про иное, верно и для нечто. Значит, нечто надо взять как единство в себе бытия и бытия для иного. Нечто, взятое как единство в себе бытия и бытия для иного, называется изменяющееся нечто. Вот мы и решили главную задачу, которую поставили вот в этой теме. Мы решили задачу представить определенное наличное бытие как изменяющееся нечто. И по существу вывели эту категорию изменяющегося нечета. Категория изменяющегося нечета – это такая категория, которая представляет собой единство, в себе бытия, то есть равенство с собой, и бытия для иного, то есть неравенство с собой. И вот когда мы это все вывели, мы должны еще отдать себе отчет в том, что наше нечто еще не представлено как становление, потому что эти два момента, они не являются сами по себе отдельными нечета. У нас нечто одно изменяющееся. Есть в себе бытие как момент одного этого нечета изменяющегося, и бытия для иного. Более того, мы вдруг замечаем, что то, что мы вот с вами проделали, тот анализ категории нечета, которое мы провели, и он на самом деле касался или касается только стороны бытия. А ведь мы-то имеем дело не просто с наличным бытием, а мы имеем дело с определенным наличным бытием. А определенность мы не затрагивали в своем рассмотрении. Значит, мы должны обратиться теперь к определенности и ее тоже рассмотреть с этих позиций. То есть, поскольку определенность есть, то она значит бытие, значит, она наличное бытие, значит, определенность должна быть рассмотрена и как в себе бытие и бытие для иного, как единство этих двух моментов. И вот, если мы применим проделанное с вами выведение, применим к определенности, то мы получим определенность как равной самой себе, то есть как в себе бытие, и вдобавок не просто равную, а как противостоящую переходу в иное. А вот это противостояние, противодействие переходу в иное выражается как в нем бытие. То есть, тот же самый момент в себе бытия, который противостоит переходу в иное, в бытие для иного, вот этот вот момент называется не просто в себе бытие, а в нем бытие. или, как пишет Гегель, это в нём мытье или просто В. Вот я хочу обратить ваше внимание на некоторую вершину диалектической краткости, что более короткого понятия, чем понятие В, вы не найдёте. Что такое В? В это означает в себе бытие, не просто в себе бытие, не просто простое равенство с собой, а простое равенство с собой, которое противостоит переходу в иное. И вот такое, которое противостоит переходу в иное, называется в нём мытье, а именно потому, что оно противостоит переходу в иное, и отрицает переход в иное, то оно, значит, выходит к этому иному через отрицание. И поэтому через вот это самое отрицание иного можно проникнуть его в себе бытие. Остается только собрать урожай. Вот это вот качество, которое есть в себе, в простом нечто, и сущностно находится в единстве с другим моментом этого нечто, с в нем бытием, называется определением. Вот мы и получили еще одну категорию. У нас была категория наличного бытия, была категория определенности, а вот теперь мы взяли определенность, и такую определенность, которая есть в себе бытие, то есть равенство с собой, и противостоит переходу в иное, то есть находится в единстве с в нем бытием, и есть, следовательно, в нем. Вот эта вот определенность называется уже не просто определенностью, а определением. Вот это, и такая категория называется определением, и это можно считать определением определения, диалектическое определение определения. Надо сказать, что если вы будете брать какие-нибудь справочники или словари и искать там, как водится, набирать, что вот хотим узнать, что такое определение, вряд ли вы найдете эту формулировку. Потому что обычно пишут в этих самых справочниках, словарях, в этих плохих философских книгах, пишут, что это совокупность признаков, качеств, которые выделяют данный объект из всех других объектов или данный предмет из всех других предметов. То есть это какой-то мешок, в который набросаны самые разные признаки, которые ни в каком единстве не находятся, никакой тут противоположности нет, никакой тут борьбы противоположностей нет, никаких противоречий тут нет, это грубомеханическое понимание того, что есть определение. То есть вырвал какие-то признаки какого-то предмета и на основании этих признаков утверждаешь, что это вот определение, ничего подобного. Вот в свое время Гегель приводил пример определенности, что определенность человека – это наличие мочки на ушах. Мочка – это человек, это же не человек, это его отрицание, правильно? Вот это вот небытие, принятое бытие так, что конкретное целое имеет форму бытия, определенности. Наличие мочки на ушах позволяет отличить человека от всех других животных и выделить человека из мира животных. Но является это определением? Нет. А что является определением человека? Вот у Гегеля написано, что определением человека является мыслящий разум. У Энгельса вы можете в работе роль труда в процессе превращения обезьяны в человека, который имеется в диалектике природы, у Энгельса вы можете найти определение человека, а не просто его определенность. Человек – это животное общественное, трудящееся, говорящее и разумное. Вот что такое определение человека. То есть могу вас поздравить с тем, что освоив вот этот раздел, освоив вот это выведение, определение, вы теперь знаете, что такое определение и можете применять его в любой науке. Почему? Потому что философия изучает всеобщее. И она определила, что такое определение, а вы в каждом конкретном случае будете искать и брать определенность как качество, которое есть в себе, в простом нечто, и сущностно находится в единстве с другим моментом этого нечто, в нем бытием. Вот это определение. И что теперь получилось? Значит, у нас есть определение. Так, это в себе бытие, а бытие длинного. А вот определенность, которая берется лишь как бытие длинного, называется характер. Надо сказать, что вот этот правильный перевод того, что называется характером, имел место в собрании сочинений Гегеля в науке логики, в Соме I, в книге I, учения Абытии, издания 1937 года. Все издания до издания 2017 года содержали совсем не такую формулировку. Последующее издание. Здесь было написано, что рядом с определением стоит не характер, а свойства. Во-первых, свойства тут множественное число имеют, они никакого отношения к этому иметь не могут, потому что еще не было такой категории, не рассматривалось одно и многое. Поэтому это забегание вперед. Во-вторых, в Учении о сущности в первом томе науки логики и во второй книге Учения о сущности говорится, что такое свойства. О свойствах говорится в отдельном разделе, совсем в другой книге, поэтому здесь не место говорить ни о каких свойствах. Поэтому правильное определение, правильное суждение, характер. И вот в том издании, которое вышло в прошлом году, в 2017, под моей редакцией, там так и поставлено, как это и было первоначально у Гегеля и в правильном переводе. В правильном переводе, которое осуществила Академия наук Советского Союза. И, соответственно, в собрании сочинений такой перевод и содержится. То есть определение и характер. Характер есть, определение есть. То есть это два нечто. Два нечто находятся в единстве, и каждое из этих нечто есть нечто. То есть что мы получили? Мы получили такое становление, моментами которого являются два нечто. Вот мы решили ту задачу, которую мы уже имели в виду при рассмотрении изменяющегося нечто. Когда мы рассматривали изменяющееся нечто, мы стремились к тому, чтобы получить такое нечто, моментами которого являются два нечета. Вот мы это получили. Определение и характер. Что пишет Гегель? Поскольку они находятся в единстве, определение и характер, можно сказать, какое определение, такое характер. То есть определение, оно определяет характер. С другой стороны, через характер можно проникнуть в определение и изменить его. Поэтому, меняя внешние какие-то характеристики, можно изменить и существо дела. Можно сказать, что всякого рода разрушители социализма, ревизионисты, они этим пользовались. Дескать, мы просто реформируем или мы просто перестраиваем. Дескать, это касается только формы. Мы не трогаем сути социализма. У нас в Советском Союзе будет продолжать существовать социализм. Только обновленный, измененный, исправленный и так далее. И путем изменений, которые вроде бы касаются внешнего проявления, чего-то внешнего характера, на самом деле изменили и существо общественного строя. За период с 1961 года, когда изменения коснулось сначала программы правящей партии, и было записано в программе, что диктатура Патриата уже не нужна, что она не нужна для построения полного коммунизма. Теперь у нас государство общенародное, что является, можно сказать, ляпсусом в науке о государстве, потому что государство понятие классовое, это машина насилия, организация силы для осуществления политики господствующего класса. И никаких народных государств не бывает, и Энгельс это называл жареный лед. Не бывает. Пока оно государство, оно не народное, а классовое, а когда оно уже будет народным, оно уже там рёт как государство. А мы перейдём к коммунистическому общественному самоуправлению. Вот, так сказать, внешние такие изменения привели к тому, что, поскольку государство классовое, значит, сама партия рабочего класса отказалась от своей классовой природы, отказалась от классового характера себя, как партии, а тем самым отказалась и цели этого класса. И в итоге что произошло? Произошло изменение общественного строя. То есть было вроде изменение одного и того же, а состоялся переход в противоположный общественный строй. Изменения, которые произошли в Советском Союзе с 1961 года по 1991 год, эти изменения привели к реставрации капитализма в СССР. И надо сказать, что эти изменения были довольно быстрыми и решительными. Если отказ от диктатуры пролетариата и отказ от классовой борьбы за цели рабочего класса, вот эти изменения, которые были сделаны в программе, они были подготовлены уже соответствующей работой и соответствующими кадровыми изменениями, и другими изменениями, которые подготовили почву для реставрации капитализма, для отказа от классовой борьбы за социализм и за его развитие в полный коммунизм. Поэтому, если одна сторона противоречия прекращает борьбу, то, естественно, отсюда никак не следует, что другая сторона прекращает свою борьбу. Классовая борьба продолжается, и эта борьба приводит к поражению другой страны. Вот сторона социалистическая, коммунистическая в социализме потерпела поражение, а отпечатки капитализма, которые были только отпечатками, родимыми пятнами капитализма, они обрели прежнее содержание, и это уже не отпечатки капитализма, а капитализм. Пример с так называемым законом о кооперативах, который продвигал Собчак. Собчак имел два кооператива, будучи заведующим кафедрой хозяйственного права. Потом выяснилось, что эти кооперативы построены так, что есть члены кооператива и наемные работники этих членов кооператива. И при таком названии, что это якобы кооператив, получилось, что это на самом деле капиталистическое предприятие, в котором члены кооператива это акционеры, а наемные работники это и эксплуатируемые наемные работники. И через вот это самое кооперативное так называемое движение началось вливание, врастание капитализма в социализм. И средства производства, которые принадлежали государству, пока государство было государством рабочего класса, оно действовало в общественных интересах. А когда оно перестало быть классом, то естественно государственные средства производства можно уже было пустить в иных интересах. В интересах, прикрываясь словами о народе, о трудящихся вообще. И вот таким образом наши государственные предприятия были частично растащены, частично уничтожены, а частично превращены в предприятия, которые не подчиняются общественным интересам. А раз они не подчиняются общественным интересам, то они ушли из общественной собственности и стали частной собственностью. Сначала коллективов, А потом эти коллективы появили приватизацию, и в ходе этой приватизации, какой бы форме она ни проходила, проходило превращение общественной собственности в частную собственность. И в итоге, к началу 90-х годов, в Советском Союзе уже произошло превращение общественной собственности в частную, уничтожение частной собственности. И если раньше говорилось, что все учение Маркса и Энгельса о коммунизме может быть выражено одной фразой – уничтожение частной собственности, то точно так же можно было сказать, что все вот это действие по разрушению социализма в СССР и по уничтожению Советского Союза тоже можно выразить одной фразой – уничтожение общественной собственности. Под каким предлогом и каким образом? Под предлогом изменений. Потому что слово «изменения» не указывает, в каком направлении идет изменение – вперед или назад, в сторону прогресса или в сторону регресса. Поэтому если кто-то выступает или поет песню «Мы хотим перемен», то эти перемены могут быть чреваты гибелью того, что меняется. Не всякие перемены являются движением вперед, а некоторые перемены являются, очевидно, движением с пять назад. После того, как Горбачев истер уже слово «перестройка», которое сводится как раз к изменениям, причем изменения никак не указываются, в чем они состоят, из самого слова «перестройка» никак не выводится. Это прогрессивные изменения или реакционные. Сплошь и рядом вместо прогрессивных изменений проходили изменения реакционные, и проходило превращение социалистических институтов в институты буржуазные. Тут пришла эпоха Ельцина, который уже не занимался только обманом, он буквально напрямую вел дело к созданию капиталистической страны. Поэтому изменилась терминология, стали говорить о реформировании. А что такое реформирование? Это изменение формы. А что такое изменение формы? А форма неразрывна с содержанием. Если вы меняете только форму, то на самом деле вы меняете содержание. И вот социалистическая форма поменялась, она стала буржуазной, и содержание стало буржуазное. А для того, чтобы закрепить это буржуазное содержание, потребовалось уничтожить Советский Союз, как силу, которая этому мешала. И это уничтожение было проведено в 1990 году. В 1990 году состоялся съезд народных депутатов России, который 12 июня 1990 года принял решение о том, что на территории России осуществляется верховенство российских законов. Это что означает, что союзные законы, если они не совпадают с российскими, то они не выполняются на территории России. Это и означало уничтожение Советского Союза. Великая Русь, которая в гимне выступала, как такая Русь, которая сплотила на веки Советский Союз народы, Союз нерушимый Республик Свободных, сплотила на веки Великая Русь. Вот эта Великая Русь на съезде народных депутатов под влиянием пропаганды Горбачева и Ельцина принимает решение по существу о уничтожении Советского Союза в июне. По существу, хотя по форме это так не выглядело, а просто... Вот верховенство законов России на территории России. Значит, считайте, что на территории России законы союзные действуют только тогда, когда они совпадают с российскими, а когда они не совпадают, они не действуют. То есть они не действуют на территории России. В июле аналогичные собрания провели на Украине и Белоруссии, и еще два государства, по существу, вышли из Советского Союза. Ну и после этого уже Советский Союз нельзя считать существующим. Осталось придать благообразную форму этому процессу уничтожения, чтобы он не выглядело как процесс уничтожения, а как выступал его как процесс развития и улучшения. Эту задачу должен был решить референдум, мартовский референдум 1991 года, для которого был придуман Яковлевым и Горбачевым такой вопрос обманный, который настраивал бы человека, что он голосует за Советский Союз, а на самом деле, в строгом юридическом смысле, чтобы получалось голосование за уничтожение Советского Союза. Но там не было написано прямо, вызов уничтожения Советского Союза, было написано вызов сохранения Союза Советских Социалистических Республик, как Союза, заобновленный Союз Советских Социалистических Республик, как Союз Суверенных Государств. А что такое Суверенные Государства? Суверенные Государства – это государства независимые друг от друга, это СНГ. Вот у нас, кто хочет посмотреть на СНГ, может сходить, есть ассамблея стран СНГ в Таврическом дворце, и там тихо, мирно развиваются события, а развиваются они таким образом, что никаких событий в СНГ, как в СНГ, не происходит, потому что все это решается в рамках национальных государств, все они стали буржуазными, все они отделились друг от друга, все они ослабели, потому что сила была всех этих государств единицы друг с другом, и естественно, теперь идут всякие санкции, идут всякие выступления против России и против других государств, и они с очень большим трудом уже должны защищать свой суверенитет. Вот что произошло. Вывод такой, что вообще изменения изменению рознь. Бывают изменения, которые улучшают положение, бывают изменения, которые положение ухудшают. Люди, которые выступают просто за изменения, это люди-обманщики, люди, которые являются жуликами, люди, которые что-то прячут, скрывают, не хотят сказать, какие цели они преследуют. Вот каким выводом и каким уроком можем мы прийти, если анализируем так называемые перестройку и реформирование, которые до сих пор продолжаются. А сейчас еще есть новый вариант, говорят, оптимизация. Когда говорят об оптимизации, для людей, которые изучали математику, вроде бы ясно, что должен быть критерий оптимальности. Этот критерий должен выражать, наверное, какие-то прогрессивные нужды или интересы. Ни о каком критерии не говорится, а просто ухудшается или разрушается то или иное учреждение. И говорится, это мы делаем в целях оптимизации. То есть благая цель отсутствует, а она, эта благая цель, сведена просто к тому, чтобы благое слово сказать, такое туманное и обманное, не указывая критерий, а критерий заключается в том, чтобы убрать именно то, что сохраняет какие-то остатки завоеваний, полученных в период социализма. Сокращается медицинское обслуживание. В ходе реформы здравоохранения за три года были сокращены расходы на здравоохранение на 7%. Как вы понимаете, эти деньги ушли в карманы новым миллиардерам и новым миллионерам-долларовым. 20 тысяч врачей было уничтожено. Закрыто медицинское учреждение в самых разных местах, особенно в сельской местности. Если раньше нужно было километры пройти, чтобы попасть в медицинский пункт, то теперь нужно десятки или сотни километров в некоторых местах, чтобы добраться до элементарной медицинской помощи. Точно такое же доблестное дело совершило Министерство образования и науки Российской Федерации. За прошедшие три года при образовании в этом министерстве уничтожена половина вузов России. Под предлогом того, что они имели такие недостатки. Но поскольку все организации и все вузы и все люди имеют недостатки, если мы будем, видя недостатки людей, бороться с людьми и уничтожать людей, если мы, видя недостатки каких-то учебных заведений, будем уничтожать учебные заведения, то мы оказываемся по существу тогда противниками интересов народа. И люди, которые это совершают, ведут антинародную политику, антинародную практику. Вывод, что надо разбираться в таких категориях, как изменения. Люди, которые в этом не разбираются, они не увидят. Они потеряют элементарную зоркость и практическую, и теоретическую, и политическую, и идеологическую. И они не смогут отличить те изменения, которые ведут к гибели, от тех изменений, которые ведут к совершенствованию и к развитию. На этом мы данную тему завершаем. Спасибо за внимание. Следующая тема, которую мы будем рассматривать – социальное развитие. Продолжение следует...